Всем привет, меня зовут Игорь Левичев и это мой видеообзор на набор Лего Звездные Войны, артикул 2.75.025 под названием «Джедайский защитник». В этом наборе 927 деталей, год его выпуска 2013 и рекомендована розничная цена этого набора в Америке 89 долларов 99 центов. В Россию этот набор официально не поставлялся. Давайте начнем обзор. Коробка и инструкции. Передняя сторона коробки, здесь у нас есть подпись, что в набор включены три новые и труднодоступные мини-фигурки, также логотип старой республики. И особенность этой коробки заключается в том, что она американская, поэтому здесь есть количество деталей. Вот, задняя сторона коробки, здесь у нас функции и также экшн-сценки. Вот первая и вот вторая. Ну а также набор с разных ракурсов. И в наборе у нас было две инструкции. Открываем первую. Открывается как у нас альбом для рисования. В набор был включен Brick Separator, то есть разделитель деталей. И в наборе было шесть пакетиков. Все, мы начали сборку. Заканчиваем на 80-й странице сборку в первой инструкции. Также здесь у нас изображены все наборы. Мини-фигурки из этих наборов. И код, благодаря которому вы можете построить мини-эпсед с хрониками Йоды. F25N13. Ну и рекламка выиграет набор LEGO. Переходим во вторую инструкцию. Она открывается так же, как и первая. И у нас сборка начинается с пятого пакетика. И заканчиваем мы на 38-й странице. Затем у нас все детали набора на двух страничках. Это, кстати говоря, задняя сторона инструкции. Ну и все, идем дальше. Мини-фигурки. Первая это у нас рыцарь джедаи. На коробке от этого набора их имена не написаны. Всех этих мини-фигурок. Там лишь они безымянные. То есть просто их звание дано и все. Но я могу предположить, что этот рыцарь джедай это у нас мастер. То есть учитель Сатель-Шан. Который у нас появлялся в наборе 94-97. Так как если посмотреть трейлер к игре Звездные войны Старая Республика. Как раз по этой игре и у нас выполнен весь набор. То мы можем увидеть примерно такого же джедая. И в трейлере как раз таки Сатель называла его своим мастером. Изумительные принты. Мне очень сильно все нравится. Очень классно все детализировано. По его рожкам на голове. Они кстати говоря резиновые у нас вот эти вот. Мы можем заметить, что он у нас из расы Забраков. Так же как и Дарт Мол или Саваша Пресс. Ну и из оружия у него синий цветовый меч. Принты на ногах, на теле, на поясе. Так же принт сзади. Следующая мини-фигурка это у нас Джедай Консул. Так же безымянная мини-фигурка. Эта мини-фигурка мне уже нравится больше предыдущей. За счет ее сочетания цветов. То есть вот все принты смотрите. Золотые. Золотой цвет сочетающийся с белым. Вот очень классно. Мне очень сильно нравится. Так же металлический отбрес такой у принтов. То есть на свету они отсвечивают. И если мы сравним с Луминарой Андули, то они в принципе чем-то даже похожи. Я не думаю, что они из одной расы. Но если они из одной расы, то раса Луминара высадится вот здесь вот. Название расы. Потому что я боюсь сам выговаривать это слово. Итак. Из оружия у этого Джедая Консула двойной зеленый цветовый меч. Ну а лицо у нее одинаковое. То есть сзади нет второго лица. Следующая мини-фигурка это у нас Воин Ситх. Вот эта мини-фигурка. Она мне нравится в этом наборе больше всех. Не знаю почему, но очень классно выполнена. Бордовый капюшон. Кстати говоря, у его оружия, у него вот два световых меча красных. Черные рукоятки. У мечей это особенность, может сказать, этого Ситха. Также все его принты отсвечивают на свету. То есть он у нас весь из металла такой. Полуробот. Если посмотреть на его лицо. Ну и у него одинарное лицо. Сзади такой вот принт тоже имеется. Есть принт на ногах, на теле и на поясе. Классная мини-фигурка. Мне нравится. Жалею о том, конечно, что нет имен на коробке. Очень жалко, на мой взгляд. Так бы мы могли хотя бы посмотреть в Википедии, может, информацию про этих персонажей. Но, видимо, их Лего сами придумали. Может, просто из игры взяли откуда-нибудь. Ну, может, даже и нет особой биографии на этих персонажей. Итак, ладно, я что-то заговорил. Все последними фигурка. Это у нас Ситский солдат. О нем, в принципе, нечего говорить. Такой вот принт спереди. Также есть принт на поясе, на ногах. И такой вот принт сзади. Такой же Ситский солдат у нас встречался в батлпаке 2013 года. Так что, в принципе, больше нечего показывать. И вот его лицо под шленом. По мини-фигуркам это все. Идем дальше. Сам набор, общий вид. Я особо ничего не могу сказать об этом корабле. Так как я не играл в Старую Республику. Но, исходя из названия набора, мы можем сами догадаться, что этот корабль у нас предназначен для перевозки джедаев. Так как у нас джедайский защитник. Давайте пойдем по функциям. Начинаем с носа корабля. Здесь у нас открывается вот эта вот крыша его. Также есть вот эта деталька с лимпочкой, которая служит для фиксации крыши. Как раз если мы вот так вот надаем сюда, то у нас она не очень-то и легко будет открываться. Ну, в общем, открываем. Также у нас открывается со второй стороны. Это я покажу чуть позже. И внутри у нас пульт управления кораблем. Также там есть белая деталька, которая у нас служит для фиксации ног мини-фигурки. которые мы будем туда сажать. Давайте писаем туда рыцаря джедая. Ну, как-то вот посадили его. Все. Он у нас теперь не выпадет из этого места и будет там хорошо сидеть. К сожалению, здесь вот есть дыры, но о них мы поговорим чуть попозже. Итак, ну и внутри, если вы заметите, там у нас пульт управления в виде наклейки. С другой стороны все точно то же самое внутри. Сейчас я вам это покажу. Вот. Далее. По бокам на носу у нас есть вот такие вот турельки. Они у нас крутятся на 360 градусов. С другой стороны все то же самое. И здесь есть вот эти ракетки, которые мы выдавливаем пальцами. Они как-то у нас вот так стреляют. Отложим их в сторонку. Здесь все то же самое. Я их уберу. Отсюда. Чтобы не мешаясь. Так, вот одна из хрупкостей набора. То, что у нас отлетает вот эта вот деталь. Так, еще мы, я думаю, встретимся со многими хрупкостями этого набора во время обзора. Итак, идем дальше. Здесь у нас также на носу корабля есть вот такая вот функция. Ну, можно сказать, даже мини-функция. Это вот потолной отсек. Здесь у нас хранится голокрон. В этом ящичке. Здесь у нас синего цвета. Так как это джедайский голокрон. Выбираем его. Такой у нас здесь был тайничок. Дальше идем. Здесь у нас вот такая вот панелька зачем-то вытаскивается. Но я не знаю, зачем. Здесь пушка крутится на 360 градусов. Не знаю, зачем она у нас выдвигается, потому что внутри ничего нет. Может быть, мы не можем сюда кого-нибудь спрятать, но это очень и очень вряд ли. Например, можем вот ситского воина вот так вот запихнуть, наверное. Но все равно у нас не будет закрываться эта панелька, поэтому это какой-то бред. Не знаю. Также я забыл вам показать. Снизу у нас есть вот такая вот деталь. Она открывается. И я думаю, что здесь подразумевается это как... То есть в миниатюре, можно сказать, изображено. То есть если мы представим мини-фигурку за такую-то маленькую пимпочку из лего, которая вот плоская и маленькая пимпочка, то это можно будет, наверное, сыграть. Якобы мини-фигурки забегают в корабль. То есть, ну если вы меня поняли, то есть это как мостик, по которому все заходят в корабль. Но это мое предположение. Может, это просто какая-то деталь для, не знаю, дизайна. Ну, не знаю. В общем, я свою версию выдвину. Далее идем. Здесь у нас ручка для переноса корабля. Мы можем ее вот так вот управлять с этой ручкой. Мне она, ну как, ну, не сильно нравится, потому что она какая-то короткая и... Ну, не совсем удобная. Ну, в общем, для кого как. Мне лично не очень она нравится. Дальше идем. Здесь есть какой-то вот такой вот спутник, видимо, не знаю. В общем, мы его можем отсоединить. Но это, в принципе, не подразумевается. Это просто такая сборка у корабля. Вот, к сожалению, здесь вот это вот все наклейки. Очень-очень нудно было их клеить. Дальше у нас здесь есть две капсулы спасательные. Они вот так отсоединяются. Здесь есть вот такие специальные детали, по которым у нас капсула как раз скритит и вставляется в вот эту вот деталь. Вот сама капсула. Ничего особенного. Здесь наклейка сзади двигателя. Ну, такими пинточками обычными изображениями. То есть, ну, не очень детализировано. Внутрь мы можем посадить. Камон, давайте посадим туда хитского солдата. Кстати говоря, у нас здесь вот пульт управления. Это наклейка. Все в наклейках в этом наборе. Жалко. Вот, мы сюда вот можем его посадить. В черное кресло. Все. Посадили. И он у нас сбегает с корабля. У нас никак не фиксируется крышка. То есть, если мы, допустим, перевернем капсулу, то все развалится. Запихиваем ее обратно. Все. И сзади у нас есть вот такие вот двигатели. Они мне не очень нравятся. Но если бы леговцы как-нибудь их продолжили. То есть, но вот эти вот синие детальки, они, если бы были вот полностью закрывали все вот это вот колесо, то были бы двигатели тогда хорошие. Но вот такие двигатели мне не нравятся, потому что они какие-то слабые для своего вот такого вот размера. То есть, вот смотрите, какое у нас колесо и какой маленький внутри заряд. То есть, если бы заряд был на все колесо рассчитан, то был бы внушительный двигатель такой, но такого нет у нас. Ладно. Дальше. Сзади есть у нас этот багажник. Мы его вот так открываем. И внутри лежит второй ящичек. Внутри второго ящичка у нас еще один голокрон. Он красный. Видимо, ситский голокрон. Джедаи его похитили, как я понимаю, по сюжету. И, ну, конечно, по леговскому сюжету, потому что в 2013 году леговцы пихали все эти голокроны в наборы, все наборы сподряд. Потому что там была у них мода на них, так как вышел мультсериал «Лего. Звездные войны. Хроники Йода. Где?» Как раз таки все было помешано на голокронах. Ну, в общем, я так понимаю, что леговцы придумали такой сюжет, что джедаи похитили этот голокрон. И как раз таки ситхи гонятся за джедаями. Ну, бред какой-то. Не знаю. В общем, закрываем. И все. И снизу у нас есть ножки для приземления. Они мне не очень нравятся. Вот так они у нас сгибаются. И корабль у нас полетел в космос. В космос. Вообще, по форме этот корабль мне напоминает акулу-молот. То есть, ну, похожий. Даже вот если вот эти ножки для приземления мы снизу сгибаем, то как плотник какой-то получается снизу. Ну и по функциям это все. Так же у нас здесь вот эта вот интонка имеется. Она хрупкая. Идем дальше. Начиная с этого обзора я хочу еще... Ну, не думаю, что, конечно, я во всех обзорах буду такое делать. Но в этом обзоре я хочу это сделать. Я буду выделять отдельное время для показа дизайна там и конструкции, всякой сборки, всяких хрупкостей. Так как во время показа функций они не все будут видны. Ну, конечно, я думаю, что не у каждого набора будет такое... Ну, мини-рубрика такая отведена в каждом обзоре. Но все равно вот в этом обзоре, по крайней мере, я хочу уделить внимание этим вещам. Например, в предыдущем обзоре также у меня был предыдущий обзор на X-Crew 2012 года. Он был совместный с Гришей Меньшиковым, начинающим обзорчиком. Ну, кто не смотрел, можете прямо сейчас заценить его. Ссылка вот здесь вот высветится. В общем, там мы уделили отдельное время дизайну. И сейчас я также хочу сделать. В общем-то, давайте посмотрим. Вот если посмотреть... Давайте вот начинаем с хорошего. Если посмотреть спереди, все классно смотрится. Если посмотреть сверху, так же классно смотрится. Но посмотрим мы снизу и заметим очень много всяких деталей техник, дырок. И вообще некрасиво смотрится. Не знаю, ну, хотя бы просто вот какими-то вот такими пластинами могли бы леговцы все заделать. Но вот дырки это вообще, не знаю, техник, детальки. Мне не нравится, что так снизу выполнено. Затем давайте посмотрим на хрупкое место. Которое... Ну, вообще много хрупких мест на носу. То есть, если посмотреть на дизайн носа, то очень классно смотрится. Но хрупкости портят впечатление. Смотрим. Какие тут хрупкости? Вот если мы открываем крышку, это очень редко, но бывает иногда, что у нас эта крышка вот так отсоединяется. У меня, по-моему, даже во время обзора было такое. Здесь мы открываем. Мы можем сюда... Упс. Не знаю, как это произошло. Но, видимо, такое бывает иногда. В общем, это одна из хрупкостей, но это очень редкая хрупкость. В общем, самая большая хрупкость, опять же. Сколько раз я сказал это слово? Очень много раз. В общем, когда мы выдавливаем ракетку, вот, ну, например, она у нас выстрелила. Да, кстати говоря, из-за того, что ракетка у нас вот эта длинная, она тоже вот частенько вот так вот ломается. Вот эти вот крышки. Так. Отломалась ракетка. Как будет у меня? Так. Оп. Ну, это... Мы могли это ожидать. В общем, мы выстрелили. И если мы будем запихивать обратно... Ну, сейчас у меня было все хорошо. Но если мы передавим немного, то вот эта вот деталь вся отвалится. Ну, как-то так. Но, опять же, вот хрупкое место. Пушка может отломаться. Это бывает редко, конечно, но... Бывает. В общем... Ну, ладно. Это какой-то фейл был. Ну, в общем, эти ракетки должны стрелять. В общем, вот эта деталь отваливается. И когда мы приделываем ее обратно, мы, если не будем сверху прижимать вот эту секцию, то тогда у нас здесь она также отвалится. Вот. 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 Ну, о чем я и говорю. То есть, надо быть очень осторожным с этим набором. Если ставить его на полку, то... Ну, то есть, мы поставим его на полку, как коллекционеры делают, и все, он у нас будет просто стоять. Мы будем им любоваться. Если украшать комнату будет, то набор хорош, конечно, потому что мы его не будем трогать, и у нас ничего не будет отваливаться. Да, и снизу у нас ничего не будет видно. Но в основном люди покупают лего для того, чтобы... Ну, они покупают вот для своих детей. То есть, дети в основном играются этими наборами. И этим набором дети, ну, конечно, будут плохо играться, потому что все будет отваливаться. А за счет этого будут теряться их нервы, да, может, и ваши нервы также будут теряться. Ну, например, я потратил много нервов, когда снимал этот обзор, потому что у меня много чего тут отваливалось. Идем дальше по хрупкостям. Вот эта антенна тоже бывает. Если вы махнете рукой, то она у вас отломается. Ну, конечно, она не так отломается. Ну, у меня было такое пару раз. Хорошо, что во время обзора такого не было. Но это я вам просто показал, что тоже такое бывает. Дальше смотрим. Если говорить о дизайне, много наклеек. Вот, давайте посчитаем. Раз, два. Спереди здесь три. Также наклейки вот здесь вот четыре, пять, шесть. Здесь вот тогда семь, восемь, девять. Вот это вот десять, одиннадцать. Потом еще пульты управления двенадцать, тринадцать. Здесь еще внутри пульты управления четырнадцать, пятнадцать. То есть, как минимум, пятнадцать наклеек. Очень много для этого набора, на мой взгляд. Идем дальше по дизайну. Про турбины вот эти задние я уже все говорил про двигатели. Что заряд у них, конечно, слабоватый для такого корабля. Конечно, у нас махина такая и никакой заряд. Ну и последнее, это у нас ножки для приземления. Ну, что это за ножки для приземления? Это же две детальки, тяп-ляпы и все. Ну, мне не нравится. Еще иногда, когда мы ставим набор, у нас может какая-нибудь ножка вот так вот загнуться и стоять, ну, как-то вот так вот. Ну, либо вообще вот так. Такое тоже у меня было во время обзора, но я переснимал из-за этого. Ну, и вообще просто посмотрим также на дизайн. Тоже все ножки у нас в дырках. То есть, ну, не круто, на мой взгляд. А в целом, если посмотреть сверху, то дизайн неплохой. Если смотреть сверху, то детализация как бы есть, все такое, но это обман зрения. Опять же, если мы посмотрим снизу, то будет очень много дырок. Вот, например, вот эту вот часть было очень нудно клеить. Вот тут шесть целых этих штучек. Тут еще надо ровно их было наклеить, потому что деталька маленькая, а наклейка, она рассчитана прямо вот ровно-ровно на всю деталь. То есть, если вы немного неправильно ее, немного неровно наклеили, то наклейка у вас уже сползает за деталь. То есть, это вообще какой-то бред был. То есть, не знаю. Кстати говоря, я еще вспомнил по дизайну то, что, смотрите, внутри у нас здесь дыры. То есть, у нас корабль полетел в космос, и в корабле у нас, конечно же, в месте, где у нас кабина пилота, у нас дыры. То есть, ну да, конечно, они без кислорода у нас выживут. Ну, то есть, это тоже минус, на мой взгляд. Это уже нереалистично получается, да и некрасиво просто. Ну все, теперь точно идем к моему мнению. Моя оценка этому набору за функции. Я даю ему 8 из 10 за счет того, что, ну вот, я показывал вам функцию, целых 7 минут потратил на них. Но на самом деле у нас здесь очень много лишних функций. Посмотрите, например, зачем нам вот этот подайник? Вот, не знаю, он вообще тут ни к чему. Дальше идем. Вот эта секция у нас отсоединяется. Для чего? Тоже непонятно. Багажник тоже, я не знаю, нам зачем этот нужен был с голокроном, если у нас все равно оружие выпадет через всякие дырки, которые там. Также у нас есть вот эта секция, которая тоже, не знаю, зачем отсоединяется. То есть, если брать это все за функции, то они какие-то лишние, и вообще непонятно, для чего они тут сделаны. За детализацию также 8 из 10, но я в отведенное время уже рассказывал о всем дизайне этого набора и всяких рубкостях, так что я думаю, что повторяться не надо. За мини-фигурки 9 из 10, они просто безупречные. Я единственное вставил только 9, лишь из-за того, что здесь нет какой-нибудь еще одной эксклюзивной мини-фигурки. То есть, ну, если бы даже как-нибудь переделали этого ситского солдата, то есть, ну, мы его можем получить в наборе за 700 рублей, то есть, в батлпаке. Если бы его переделали для этого набора, то он бы уже у нас был эксклюзивнее, и было бы безупречно. Ну, а так, 9, то есть, ну, тоже хорошо. И за цену, за цену я ставлю этому набору лайк. Так, чуть не ударил набор. Лайк, потому что в Америке 90 долларов для такой махины, это, в принципе, хорошая цена. На мой взгляд, вообще нормально. Несмотря на все эти вот хрупкости, бла-бла-бла, но тут вот зато тысяча деталей целых. В крайнем случае можно же на детали все равно разобрать в любой момент. Они тут хорошие. И цвета классные, вот эти вот бордовые всякие. Можно сделать что-нибудь, связанное с республикой. Ну, конечно, если это республиканский корабль, то это неудивительно. Я сказал очевидность. Ну, ладно. И общая оценка этому набору 8,3 из 10. Стоит ли вам брать этот набор? Ну, если вы увлекаетесь старой республикой, то берите, конечно, я вас не держу. Вам этот набор понравится, на мой взгляд. Ну, а если вы не увлекаетесь старой республикой, то у вас нет нужды, в принципе, брать этот набор. Единственное, я бы вам посоветовал только купить мини-фигурки, по крайней мере, мини-фигурку вот этого хитха отдельно где-нибудь найти. И купить ее, вам она понравится. Ну, на мой взгляд. Итак, надеюсь, что я вам помог с выбором. Также хочу еще пару слов сейчас сказать по поводу, ну, мини-рубрики в обзоре получается. Когда вот я говорю о дизайне и конструкции, я считаю, что не в каждом обзоре буду делать данную подрубрику, так или мини-рубрику, не знаю, как даже сказать. Так как это занимает достаточно много времени, я думаю, что этот обзор у меня уже на полчаса где-то получилось. То есть, ну, будет все равно это нудно уже поднадоедать меня слушать целых полчаса. Вот, то есть, ну, я думаю, что не во всех все равно буду обзор делать. Такое время буду уделять под дизайн. Но если будет много хрупкостей в наборе, вот как, например, в этом, то я буду так делать. А так временами только будет появляться данная подрубрика. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что я вам помог с выбором. И вам этот набор, ой, обзор понравился. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. И смотрите больше видео на моем канале вон там. Также не забывайте подписываться на канал влогов вот здесь. И еще раз спасибо за просмотр. С вами был SuperLegoMan444. Всем пока. Увидимся в следующем обзоре. Здесь у нас подпись, что включены три новые и труднодоступные... Отсек. Здесь у нас прикреплен ящик с голокроном, который у меня выпал на пол. Ладно. Где ты? Я лечусь за тобою. Разумеется, что я. Разумеется, не чин. Не молчи, не молчи ты. Так. Ладно, санавар.